всем привет сейчас через кусты друзья привет сегодняшнее видео будет посвящено теме гибридизация кто следит за каналом те в курсе кто не в курсе сейчас немножко объясню экспериментирую я с гибридизацией взял репела и канарейку вот значит у меня я подготовил вам подписок сейчас постараюсь прочитать значит репел и канарейка нет вот канарейка ладно попробую своими словами значит репел и канарейка 1 апреля сего года снесли первое яйцо я подумал может быть это шутка перед первоапрельская ну в общем жду примерно думаю 7 дней тире 8 дней может быть там на первом яйце она не сидела а на втором или на третьем будет сидеть в общем к первому числу этого месяца прибавляем примерно 7-8 дней в принципе пойдет и потом можно будет просверлить просверлить посмотреть можно будет просветить фонариком фонариком просветить и мы посмотрим если там есть эмбриончик или пустое яйцо если яйцо пустое значит просто будет желтый желток обычный жировое яйцо так вот сегодня у нас 4 апреля и у меня случилась непредвиденная ситуация канарейке стало плохо но на сегодняшний день у нее три яйца и она перестала сидеть на гнезде на яйцах перестала сидеть спустилась на кормушку ест но при этом она немножко надута взъерошена я думаю может ей лампочку поставить или яйца куда-то надо перенести значит сейчас пойдем сейчас канарейка вам сейчас потихонечку верни как я вам сейчас все покажу наглядно может быть сейчас вместе мы эти яйца куда-нибудь и переложим нормальной самки которая будет хорошо сидеть но смотрите сейчас будем заходить в сарай я постараюсь потихоньку открыть дверь и быстренько камерой зафиксировать что происходит с этой парой потому как сегодня я вот наблюдаю с утра самого канарейка все время на полу на полу нахухленное грустное без настроения вот а несколько дней раньше каждый вечер наблюдал такую картину канарейка садится на яйца как бы уже начинает темнеть а репел рядышком на гнев на гнезде то есть если щегол там скачет как горный баран то репел аккуратно садился на гнездо вместе с самочкой вернее самочка в гнездо а репел рядышком может так по природе они делают я не знаю но это было наблюдать очень приятно как репел такой как самец отец заботой о самочке как бы охранял ее что но все время был ночевал рядышком всегда на гнезде итак пойдемте сейчас покажем посмотрим или не покажу вам все вот друзья нижняя клетка канарейка сидит внизу видите надутая как одуванчик а репел сейчас ближе подойдем вот такая вот ситуация видите самка таким образом у меня сидит на полу на дне клетки возле кормушки я сейчас морковку давал сегодня а вот возможно на морковку кушала но такое вот у состояние он прыгнула гнездо увидите смотрите может сейчас сядет нет перепрыгнула гнездо и равнодушно к яйцам вот сейчас мы с вами вместе наблюдаем как самочка сидит на гнезде итак друзья вот такая картина сегодня самого утра вчера позавчера сегодня 4 апреля 4 дня как канарейка снесла первое яйцо 2 числа она снесла второе яйцо третьего третье яйцо но сегодня четвертое яйцо не что-то проблемы какие-то начались то ли я не знаю в общем что с ней случилось если бы рентген или узи я бы снял бы но посмотрели вон видите четыре яйца если они оподотворенные то это самые ценные яйца на сегодняшний день потому что сейчас интерес с гибридами тут заморочился итак смотрите у меня здесь неподалеку здесь кстати находится детский сад я их недавно покольцевал родных первое поколение второе поколение родных покольцевал потом видео сниму отдельно расскажу покажу вам будет я думаю полезно чтобы ориентироваться кого с кем порвать так а вот здесь у меня сидит самка сейчас минутку дверь закрою чтобы кто не улетел я немножко видите дверь открыл потому что у нас уже тепло и там свет получается для хорошего видео итак здесь у меня сидит самочка ранее видео я снимал про эту самочку как это которая мать героиня которая нанесла 6 яиц сейчас она села на вторую кладку и у нее во второй кладке вообще все не так как положено сейчас покажу закроем вот видите у нее здесь два крупных яйца и два маленьких немножко я оговорился у нее два крупных яйца и одно маленькое яйцо вот эти вот крупные яйца вот эти два они оподотворенные а вот это вот маленькое яйцо она пустое вот я предлагаю это маленькое яйцо сейчас убрать вот полностью убрать а а здесь здесь забрать три яйца не испытывает судьбу я во первых эту самочку не знаю она у меня недавно пришла когда будете забирать яйца друзья аккуратно вот так одно допустим я что хочу сказать я эту самку толком не знаю какая она будет мать будет она кормить или что-то но вот сейчас она показала себя я не хочу рисковать сейчас яички давайте заберем вот это у нас 2 паника паника мне кажется репел как-то к этим яйцам неравнодушен потому что он каждую ночь вот яички в ну в общем все пока она будет без яиц я сегодня запишу да кстати у меня что тетрадка это есть где виду вот тут мне написано седьмой номер это вот они седьмой номер репел плюс канарейка 1 апреля были первое яйцо сегодня 4 апреля вот такая ситуация но я не знаю может быть самки лучше станет может хуже но лучше станет они остывают яйца в принципе то по-хорошему на них бы сидеть бы и сидеть сейчас я попробую фонариком вам просветить вот эти яйца посмотрите там оплот а эти свежие яйца моя задача на сегодняшний день положу я эти яйца сюда в гнездо хорошая самка будет плотно сидеть ввысь и когда эти яйца вылупятся мы эти яйца переложим другой самки которая ну допустим допустим у меня вот здесь самка собирается нестись может завтра послезавтра снесет яйцо и мы эти яички к ней подложим и будет как бы все хорошо так приготовил я фонарик сейчас мы для лучшего контрастности что было видно свет приглушим вот эту лампочку выключим эту лампочку потушим да еще можно эту потушить тут еще два окна есть в принципе не знаю светло но посмотрим что получится нравится к нас видит в общем смотрите можно вот таким образом приложить не получать сейчас попытаемся не получается ладно попробуем иначе берем яйцо берем яйцо и кладем на фонарик вот я допустим вижу сосудики а камера через телефон слишком засвечивает по моему о вот пожалуйста видите вот идет кровяной сосуд то есть яйца эти оподотворенные вот хорошо видно кровяные сосуды ну как относительно хорошо видно так и это второе яйцо тоже видите вот так выглядит оподотворенные яйца там кровеносные сосуды вот сейчас запомнили разницу сейчас мы кладем пустые смысле эти свежие яйца которые ну вот пустое можем посмотреть вот так выглядит пустое яйцо видите там просто желточек прозрачный на фокус теряется постоянно вот так а сейчас возьмем яйца которые от гибрида ну вот они свеженькие тоже прозрачные можно сказать свежие яйца и пустое они почти одинаковые ну как бы не совсем почти ну тут желточек видно а что там за желточек непонятно вот такой желточек в общем сейчас подваживаем все это дело хорошей самочке она будет сидеть и потом просветим я вам озвучу что-то будут эмбриончик не будет эмбриончика так сейчас всем это быстренько на место так включил я свет переживаю тоже пока тут наш эксперимент и чтобы самочка не отказалась обратите внимание эти новые яйца которые отрепила вот они немножко маленькие вот отрепила раз два три а вот это вот такие более синие более матово темные это от канарейки сейчас мы это все поставим полк шатается все несём эти яички этой самочки я думаю она не заметит то что мы подменили передаем эстафету передаем эстафету более опытные самки или как более хорошие самки посмотрим пускай высиживает хотя бы пусть высидит посверни как пусть погреет хотя бы чтобы мы поняли что там есть оплод нету оплода вон она умничка села на гнездо значит так теперь ее задача высидеть эти яйца по максимуму вылупиться у нее птенцы тогда придется яйца убирать другой самки потому что разница будет очень большая там яйца на половину срока половина срока уже эмбриончик развит а я и только сейчас свежий подложил но тем не менее потом уберу у меня есть вариант или вот там в углу если она на днях снесется то вообще будет шикарно можно будет сразу перенести эти яйца кстати там в углу самка хорошо сидит эта самка тоже хорошо сидит но когда у него вылупилась 6 птенцов а я убрал самца то она не справилась почему-то начали они мерзнуть птенчики она перестала греть в общем я сейчас решил самца не буду убирать пуск вылупиться и пускай ухаживают вместе двоих но пускай хотя бы двоих выкормит в общем такая вот у меня ситуация сегодня прям немножко конечно расстроился но надеюсь на лучшее так в общем если яйца оплодотворенные и мы их сейчас спасем это все будет шикарно но если яйца пустые тоже ничего страшного попробуем следующий раз может быть следующий раз получится так что друзья продолжение следует кстати по поводу щегла вон он сидит ну последние дни стал спокойно сидеть раньше прыгал сегодня так спокойно сидел вот самочка с ним рядышком не знаю что там будет говорят ярко-желтая якобы яркая но не знаю есть у меня еще несколько самок такие не яркие но они кормят вообще плохо своих птенцов не знаю это вот у меня самка я ее еще не пробовал как она себя поведет посмотрим и еще еще такое хотел сказать я тут недавно думал я же буду скоро выпускать всех щеглов и думал это тоже самца выпустить у меня есть другой самец на примете ну потому что это сильно скакал мне не нравилось как он постоянно прыгает 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 ну вроде успокоился не знаю а там еще есть у меня в отдельном помещении сидят они эти дикые птицы там вроде поспокойнее есть но я попозже сниму еще видео покажу вам разницу кого хочу оставить ну и я его вернее оставлю того кого хочу а этого наверное отпущу или и вообще не знаю то ли одного оставить то ли двух скорее всего 1 оставлю да пускай будет получится получится не получится значит ну такая вот значит судьба говорится все подписываемся на канал ставим лайки всего всем хороших пишите в комментариях что правильно сделал что неправильно сделал надо разобраться главная задача сегодня спасти яйца да яйца сейчас насиживает опытная самка здесь вокруг нее поют самцы эмбрионы кстати я одну литературу читал там написано что во время когда яйца высиживают эмбрионы даже зародыш в яйце даже слышит мелодию и якобы уже воспринимает ну насколько это правда не знаю все всем пока до скорой встречи всем удачи гибри в гибридизации чтобы таких моментов как вот у меня у вас друзья было поменьше чтобы ваши самочки сидели благополучно высиживали выкармливали и вылетали хорошие гибриды вот видите репел вот так на гнезде каждый вечер сидел каждый вечер а самочка в гнезде на яичке и вот опять я яйца забрал а репел видите пришел у меня такое впечатление как будто он тоскует что ли за этими яйцами но он такой удачный спокойный хороший репелочек очень часто поет вот он какой и вот так каждый вечер около самочки он сидел а сейчас что-то самочке стало плохо да кстати я наверно сейчас лампочку сделаю тепленькую погреем самочку надо надо спасать так просто на произвол оставлять нельзя самая доступная самая эффективная самая простая помощь это лампочка примерно 65 70 ватт 40 неэффективная показать сейчас у меня под рукой нет сейчас побегу найду вам тут которая была я ее выкрутил а там волоски оборвались там тоненькие такие ну это нить накаливания она оборвалась все друзья всем пока ну видите самка кушает я думаю не все потеряно все снова всем пока до скорой встречи до свидания надо бежать лампочку устанавливать оборвалась с людьми бегать лампочку устанавливать